Здравствуйте! Мы продолжаем цикл программ «Маршрутами по стае». Я хочу еще раз представить вам нашего провожатого, автора, путеводителя по ближайшему Подмосковью, священника Дмитрия Свердлова. Здравствуйте! Который пишет о том, что можно посмотреть в пределах буквально часа-двух езды от Москвы. Это культурные, исторические, христианские цветы, непотрясающе красивые места. И сегодня мы едем по Каширскому направлению, и все подробности будем уже узнавать в дороге. Поехали? Поехали! Конечная точка нашего маршрута – город Зарайск, что в 162 километрах от Москвы. По дороге мы увидим неизвестный широкому кругу шедевр древнерусского зодчества Белопесоцкий монастырь. А заодно заглянем в старинный русский городок Кашира и узнаем подробности из жизни Федора Достоевского. Ну что ж, в путешествии нам помогает автомобиль Mazda CF9. Автомобиль удивительно красивый, спортивный в сочетании с функциональностью. Очень вместительный, самая большая модель на вреду Mazda. То есть большая семья компании помещается, чувствует себя очень комфортно. Водитель чувствует себя надежно. Замечательное сцепление колес с поверхностью. В условиях дороги такой хорошо асфальтированной, сухой, прекрасной. Проверим, как этот автомобиль будет вести себя в условиях относительного бездорожья в окраинах Зарайска, тех мест, куда мы едем. Что касается технических характеристик, двигатель 3,7 литра, 277 лошадиных сил. Возможность разогнаться до скорости 100 км в час за 10 секунд. Единственный минус – это расход бензина. Машина достаточно прожорлива, кушает много 19 литров на 100 км в условиях города. Но ничего, все остальное – замечательный кожаный салон. Это такой характерный для Mazda сдержанный аскетический дизайн. И еще один существенный момент, характерный для таких длительных путешествий, важный. Это возможность регулировки фоистичной опоры в сидении водителя. Для людей, страдающих различными заболеваниями, остеохондроза – вообще необходимейшая вещь. Так что замечательно. Едем. Это южное направление, Каширское шоссе, трасса М4, дорога военная. По этому направлению на Москву наступали татары, а потом крымские татары с крымского ханства. Это направление, по которому Москва отвоевывала обратно земли. Рязань, Казань, Астрахань. Дорога торговая, торговый путь в Среднюю Азию через Астрахань, Индия, Китай. И дорога хлебная, потому что юг, плодородные земли. Черноземье снабжало Москву хлебом и продуктами питания. Вот мы смотрим интересные места по этому южному направлению от Москвы сегодня. Белописудский монастырь. Место, обозначенное далеко не везде, малоизвестное даже православным паломникам – Ажель. Для большинства обеспеченно живущих россиян, такие места остаются незамеченными форпостами борьбы с темным началом и несут дозор в той области, в которую бестрепета не может заглянуть ни одно человеческое существо. Первый раз монастырь упомянули в летописи в 1498 году, но история его начинается гораздо раньше. По преданию, сам преподобный Сергий Радонежский был в этих местах и благословил здесь основание обители. Это случилось, когда святой благоверный князь Дмитрий Донской со своим войском шел походом на Куликово поле. Он и спросил благословение преподобного Сергия на обустройство монастыря-крепости в пойме реки Оки. В ранних источниках монастырь называли Троица Сергий. Вот мы ехали 40 минут по шоссе и приехали в этот чудный, старинный Белописовский монастырь на берегу реки Ока. Он был создан в конце 15 века как мужской и открыт уже в наше время заново как женский. На самом деле место для широкого круга совершенно неизвестно. Ну, к сожалению. Вот наша работа в том, чтобы показать людям, что такие красоты, они совершенно доступны. И близки. Надвратная Никольская церковь. Сейчас святые врата находятся наполовину в земле. Такие изменения произошли в ландшафте за это время. Сохранилась дивная колокольня, которую, правда, постигла участь иных сооружений подобного рода. После 17-го года колокола были сброшены. Эти уже современные. 1994-го. Это самая древняя постройка Белописовского монастыря. Троицкий храм. Построен где-то в начале 16 века. Вот. И здесь позднейшие перестройки, видимо, конца 17-го. То, с чем мы столкнемся в Зарайске. Есть ощущение, что здесь были колонны, да, может быть? Если это была древняя архитектура, то это был крестово-купольный храм. В дальнейшем колонны, видимо, были убраны. И сделаны единый свод для всего объема храма. В монастыре всего семь сестер и монахинь. Вас встретят доброжелательно и с любовью. Расскажут о святом Владимире Белописовском и истории этого места. Вся благодать и, простите за сравнение, просто кукольный уют этого местечка для вас. Правило одно – не шуметь. Вот, всего 40 минут от Москвы по дороге без пробок и светофоров. И вне московской суеты вот такая вот красотища. Ну, когда и где это еще увидишь? Что ж, покидаем древнюю обитель. Наше путешествие рассчитано на день, и мы должны успеть в Зарайск. Но на пути есть еще одна точка. По дороге из Белописовского монастыря в Зарайск можно остановиться в старинном русском городке Кашира. Да, где можно погулять по улочкам, ну и перекусить заодно. Провинция интересна тем, что здесь не нужно торопиться. Машину паркуем на одной единственной главной улице, которая, как правило, носит название Ленинской или Комсомольской, что, по сути, одно и то же. И гуляем. Очаровывают уже неоднократно запечатленные в литературных трудах классиков таблички с названиями магазинов и забегаловок. В книжном продают лук, а местным мужчинам в День защитника Отечества почему-то предлагают проконсультироваться у ветеринаров. Ну что ж, ими дней. Кашира своим названием обязана речке Каширке, около впадения которой на левом берегу Аки изначально располагался город Кашира. В 1517 году он пережил самый первый набег татаров, после чего на него нападали еще 20 раз. Не выдержав натиска и эпидемии чмы, город пришел в запустение. А то, что мы сейчас видим, это уже город новый, построенный на правом берегу в начале 17 века. А потом из оборонного города Кашира превращается в торговый. Да и слава. Ну что ж, мы едем в город Зарайск, это примерно 160 километров от Москвы по грязной такой еще относительно зимней-весенней дороге 2,5 часа езды. Сначала дорога достаточно хороша, этот раз Москва-Дон, она идет до Аки, там поворот в сторону Каширы, от Каширы уже поворот на Серебряные пруды. В общем, нужно следить за указателем, если вы хотите более точно, четко, без проблем попасть туда, куда мы сейчас едем. Интересна не только история этого города, но и версия его названия. По одной из легенд, Зарайск происходит от слова «ряса» или «болото». Город относительно Рязани находился за болотами или за рясками. Еще по одной версии, название пошло от того места в городе, где во время эпидемии холеры и чумы хоронили мир. Есть еще один вариант. Название города происходит от слова «заразить» в его древнерусском значении – «убить, сразить насмерть». По легенде, в 1237 году Евпраксия, жена князя Федора Юрьевича, чтобы избегнуть татарского плена, бросилась со своего теремка и таким образом убила себя, то есть заразилась. Но, несмотря на такие разные и не очень веселые версии названия города, история его красива и драматична. В феврале-марте 1607 года в окрестностях Зарайска происходили стычки между отрядами Ивана Болотникова и войсками Василия Шульского. А чуть позже князь Дмитрий Пожарский прославился тем, что подавил в городе мятеж сторонников Лжедмитрия II. Прежде чем войти в Кремль, осмотрели окрестности. Я рассказывал, что Зарайска связана с почитанием в течение столетий образа святителя Николая, который сюда приехал из Крыма, из Херсонеса. И вот мы сейчас с вами находимся на месте передачи иконы от греческой делегации представителям рязанских князей. Это место называется «Белый колодец», вот река Осетр за нами, и купальня здесь находится. Город достоин отдельного рассказа о Кремле внимания. Андрей Владимирович Комаров, историк и держатель кремлевских ключей, обязательно расскажет о местных достопримечательностях с истинной преданностью патриота этого кусочка России. Протяженность его стен 125 на 185 метров. Это пропорции золотого сечения. Значит, он имеет семь башен, четыре угловых, 12-гранных башни и три башни проездных, таких воротных башни. Старинное название башен следующее. Вот эта башня, которую мы здесь вот видим, значит, это башня казенная. В ее подвалах хранилась государево-зеленая казна, то есть порох и оружие. Значит, это башня главная, Зарайская башня, парадная башня города. Это Никольская башня по имени небесного покровителя города. Значит, башня, вот эта башня Спасская по имени церкви Спаса-Преображения, которая была на той стороне. Значит, вот та башня, ноугольная, что у тайника. Рядом с ней находился тайник, такое интересное лишнерное сооружение, в общем-то, такой укрепленный, защищенный ход к источнику воды. Значит, башня, вот там за собором угловая, это караульная, на ее вершине находилась караульная смотровая вышка. Значит, и башня последняя, вот здесь вот угловая, это башня Кабацкая. Рядом с ней находился Кабак. Как и большинство такого рода построек, Зарайский Кремль нес функции фортификационного сооружения и справлялся с ней весьма успешно. Зарайский Кремль был рассчитан на применение уже огнестрельного оружия. Вот, и в частности, вот, если вот мы посмотрим, вот там, то есть было, на стенах было два ряда боев, так называемых. Вот нижний ряд, вот этот вот, подошвенный бой, это пушечный бой, так называемый. Вот тот ряд верхний, на котором мы стоим, это пищальный бой или мушкетный бой. Значит, оружие было следующее такое, ну, кроме пищали, вот, значит, такого оружия, были так называемые затинные пищали. Вот, затинные пищали, это был такой рот огнестрельного оружия, промежуточный между пушками и ружьем. Значит, он представлял из себя такую толстостенную трубку, значит, такой вот сам ствол, к концу которого был приварен крюк, так называемый гак. Значит, и вот, значит, обслуживая вот это ружье, расчет из двух человек, значит, отдача была столь велика, что удержать его, это ружье, люди не могли. И поэтому, когда выставляли вот эту затинную пищу наружу, вот этот крючок упирался в стену и стреляли таким образом, как-то удерживая направление. А вот тема современным историкам для кандидатской диссертации. Время, например, было большим откровением, что граффити или следы на стенах, часто с памятью, архитектуру оставляли не только наши современники, но и далекие предки. Вот, да, и вот отдельная тема, которая ждет своего исследователя, это граффити Зарайского Кремля. Значит, поскольку вот эта вот надпись 16 века, ее оставили скучающие стрельцы, которые хранили эти ворота, им так уж было скучно, нечем заняться, вот они так повеселили себя и нас, соответственно. Надписей, на самом деле, в Зарайском Кремле очень много, значит, от 16 века до самых последних времен. Значит, с ними как-то пытались бороться, но я думаю, что настало время их изучать. Так что были и до нас дети. Погода промозглая, от простуды спасает теплый автомобиль, и мы движемся в окрестности Зарайска. А заодно, как и обещали, испытываем Мазду CX-9 в условиях бездорожья. На легковухе сюда не проедешь, да и не на всяком внедорожнике. А объект внимания того стоил. Церковь, которую посещало семейство Достоевских, проживающее в доме в селе Доровое, недалеко отсюда. По легенде, именно здесь похоронен отец Достоевского, человек трудного нрава, погибший при довольно странных обстоятельствах. Говорят, местные крестьяне убили. Известно, что именно его характер лег в основу образа отца в братьях Карамазовых. Надо сказать, что упоминаемая в романе Черемашня тоже отсюда. А вот так жила семья Достоевских, многодетная и отнюдь не бедная по тем временам. Здесь не осталось ничего от тех лет. Стоп, осталось. Отсутствие света. Может быть, поэтому этот дом еще жив. Световой день неумолимо движется к концу. Наша Мазда под парами. Еще до Москвы нужно добраться. Вот это абсолютно справедливая фраза, но не в отношении нашего канала и нашей программы. Для нас автомобиль – это друг и помощник в путешествиях по удивительнейшим местам. Я благодарю вас, отец Дмитрий, за обстоятельный рассказ и за ваш чудесный путеводитель. Ну, я думаю, что такие путешествия, какие мы с вами совершаем, это прекрасное лекарство от депрессии и кризиса. И уныния. Так что до следующей серии. Хорошо, увидимся. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин